Ой, тепленькие! Да, держат слово. Правда, чуть теплые, но я думаю прогреются. Уже какой-то дух. Это очень приятно. Чуть теплые батареи явление временное оборудование должно прогреться и заработать на полную мощность. На то, чтобы в квартирах вновь стало комфортно, нужно минимум 8 часов. Сегодня до конца дня 100% жилых домов будет подано центральное отопление. Да, отопительный сезон закончен, но природа, погода внесла свои коррективы, поэтому пока будут заморозки, отопление будет подаваться. Прогрелись батареи и на соцобъектах. Учреждения здравоохранения и образования, например, тепло получили еще 10 мая. Их запустили первыми. Мы запустили 15 детских учреждений и соответственные школы. Системы, в принципе, все готовы. Порывов никаких аварий на данный момент нет. Все работает в штатном режиме. В ясельной группе хоть и спят под одеялами, но температура воздуха в спальне, как полагается, выше плюс 20. Поэтому родителей просят не волноваться. Сейчас все хорошо, тепло, замечательно. Температурный режим соответствует нормам. Ну и не забывайте, конечно, что дошколята – это такие создания, которые двигаются, не сидят на месте. Отопление в городе не отключат до тех пор, пока на улице не потеплеет. То есть среднесуточная температура должна установиться выше плюс 8 градусов и держаться минимум 5 дней. После этого батареи вновь станут холодными. Но и погода тогда уже должна прийти в себя. Ксения Казакова, Владислав Момот, Сергей Сомов и Артем Удников. Для РТВ.